Кто же в нашей стране не знает Александра Сергеевича Пушкина? Наверное, совсем нет таких людей. Его стихи, поэмы, повести сопровождают нас всю жизнь. Малыши с удовольствием слушают сказки, школьники каждый год изучают произведения Пушкина на уроках литературы. Александр Сергеевич жил 200 лет назад, но до сих пор, когда люди говорят о нем, они называют его не иначе, как наше все, и солнце русской поэзии. Что же такого особенного сделал Александр Сергеевич, чтобы стать не просто одним из замечательных поэтов-писателей, которыми так славится Россия, но и занять особенное, главное место в нашей литературе. А сделал он поистине огромное дело. Не только написал множество замечательных произведений, но и заслужил великую службу всему русскому языку, на котором мы с вами каждый день разговариваем. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с книгой Марины Улыбышевой «Как Пушкин русский язык изменил». Чтобы разобраться, что же такого особенного сделал Александр Сергеевич, давайте перенесемся на 200 лет назад и попробуем узнать, каким же был русский язык до того, как появился Пушкин. Только представьте себе, для русских людей в те времена существовало одновременно два языка – книжный и разговорный. Такая ситуация, конечно, существует и сейчас, но тогда эти языки различались очень сильно. Так сильно, что были даже не слишком похожи друг на друга, хотя в них существовали одинаковые слова, но значили они иногда совсем разные вещи. К примеру, когда в книге писали слово «язык», то подразумевали под этим народ, а в обычном разговоре имели в виду именно тот язык, который доктор всегда показать просит. Образованные люди прекрасно знали книжный язык, который считался подходящим для книг, богослужений, возвышенных речей и царских указов, но для повседневного общения он был не очень удобным, чересчур красивым и напышенным. Да, так бывает, ведь не станешь же надевать праздничный наряд каждый день. Неграмотные же люди, то есть простой народ, говорили на другом русском языке. Слова его были не так возвышены, зато вполне годились для обычной жизни. «Завтра с позаранку пойду пахать», – говорил крестьянин. Да и странно было бы, если бы он вдруг выразился по-книжному, например, так. «Едва багряная деница», – то есть заря, «покроет долы», – то есть поля, «выйду орать», – то есть пахать. И вообще в разговорном языке слово «орать» означало то же, что и сейчас, громко кричать. Когда и почему эти языки разделились? Об этом и сейчас спорят ученые. Может быть, просто господам не хотелось разговаривать так же, как обычные мужики? А простые люди в то время грамоте не учились, книг не читали, а потому и не знали книжных слов. Но как бы то ни было, два русских языка шли каждый своим путем, расходясь все дальше. Во время и после царствования Петра I в светском обществе в моду стало входить все иностранное, в том числе язык. Постепенно дошло до того, что дворянские дети сначала учились лопотать по-французски, а уж только потом по-русски. Да и неудивительно, родители общались между собой по-французски, а воспитатели вообще приглашали из Парижа. Потом эти дети вырастали и начинали смешивать русские слова с французскими, как придется, и даже вместо простого слова «мама» говорили на иностранный манер «маман». Замечательный писатель того времени Александр Грибоедов в своей пиесе «Горе от ума» называл эту моду смешением языков, французского с нижегородским, подчеркивая нелепость того, что получается в результате. Например, не говорили «у меня сегодня встреча», а выражались так. «У меня сегодня рандеву». Рандеву – это то же самое, только уже по-французски. Или задавали вопрос. «Как часто в этом доме делают плезир?» Это означало, что человеку интересно, часто ли в этом доме устраивают разные забавы и удовольствия для гостей. Балы с фейерверками, танцы и угощения. И вот уже в светском обществе не гуляют, а совершают променад. Вместо слова «чувство» употребляют сантименты. Звучало это не очень естественно и весьма странно, как если бы положить меду в щи или украсить пирожное соленым огурчиком. Но люди привыкли так разговаривать, им казалось это нормально. И все же многих такое положение дел смущало. В первую очередь писателей, которые сочиняли свои произведения на русском языке. Один из них, Шишков, даже предложил решительно изгнать все чужоязычные слова и заменить их русскими. Допустим, вместо «тротуар» говорить «пешник». Только это тоже получалось странно. И потому почти никто не поддерживал идеи Шишкова. Писатели и поэты по мере сил пытались справиться с расползающимся во все стороны русским языком. Поэт Третьяковский, например, старался писать красиво. Но получалось так сложно, что смысл терялся. «Здесь и я, достойный муж, что те поздравляет, вящая и день от дня чести толь желает». Современному человеку очень трудно понять, о чем здесь говорится. Вроде попадаются знакомые слова, но вместе они никак не складываются. Кто кого поздравляет, что желает. А означает это примерно вот что. «Достойный человек поздравляет тебя, желает всего лучшего и чтобы тебя уважали». А иные писатели стали злоупотреблять длинными словами. В русском языке подобных слов и так немало, но они стали сочинять еще длиннее. Например, «Древо благосенно-лиственное» или «Длинно-густо закоптелая борода». Читать-то и произносить такие длинно-хвостосложно-протяжные слова было весьма непросто. Вот сколько проблем накопилось в нашем родном русском языке. И все попытки хоть как-нибудь с этим справиться ни к чему не приводили. Самую серьезную попытку навести порядок предпринял ученый и поэт Михаил Ломоносов. Он тоже видел, что творится какое-то безобразие и решил исправить положение. Рассортировал слова на три группы. Штили, стили. Как будто бы взял три шкатулки и разложил по ним все, что было в русском языке. В первую шкатулку попали слова книжной, возвышенной речи, относящиеся к высокому стилю, такие как «Аз», то есть «Я», «Отверзать», «Открывать», «Жезл», «Посох», «Золотой», «Золотой». Этими словами Ломоносов рекомендовал пользоваться при написании гимнов, от и торжественных речей. Во вторую шкатулочку Ломоносов поместил слова попроще. «Рука», «Слава», «Почитание», «Ныне» – это средний стиль для повестей, рассказов, обычных стихов. А третья шкатулочка – стиль низкий, то есть для басен, эпиграмм, комедий, дружеских писем. Какие же слова туда попали? Такие как «Лаптика», «Черга», «Дубина», «Харчевня». Те самые простонародные мужицкие слова, непривычные для дворянских детей. Ломоносов советовал не смешивать разные стили и подбирать для каждого случая подходящие именно к нему слова. Многим образованным людям это понравилось, и они попытались так и поступать. Но на деле следовать идеям Ломоносова оказалось не так уж просто. Допустим, когда пишешь стихи, рассказ или письмо, тут еще есть время подумать, как будет правильнее. А когда говоришь, неужели придется то и дело запинаться да поправляться. Пока до конца фразы дойдешь, уже и забудешь, что хотел сказать. Вот сколько проблем накопилось в нашем родном языке, к тому времени, как родился Александр Сергеевич Пушкин. Как у музыкантов бывает с рождения музыкальный слух, так у Пушкина оказался врожденный слух на русский язык. Его ухо точно могло определить, что в русском языке прекрасно, а что фальшиво и надуманно. Конечно, он прекрасно знал высокий книжный язык и по-французски говорил, как было принято. Но маленькому Александру, а вместе с ними и всем нам, повезло. К нему в няньки попала простая русская женщина Арина Родионовна, которая рассказывала ему сказки и пела народные песни. С тех пор на всю жизнь Александр Сергеевич полюбил точный и естественный язык простых людей. Пушкин с детства увлекся литературой, много писал сам и изучал все, что было связано с русским языком. Конечно, он изучил теорию Ломоносова, но сделал все в точности наоборот. Взял и перемешал содержимое всех трех шкатулочек со словами. И получилось, например, вот что. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, И днем, и ночью, вот ученый, Все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, Налево сказку говорит. Там чудеса, Там леший бродит, Русалка на ветвях сидит, Там... Пушкин понял самое главное. Не надо разделять слова по разным стилям. Ведь это один и тот же наш русский язык, Которым просто следует правильно пользоваться. Сейчас мы все с этим согласны. А когда Пушкин опубликовал свою поэму Руслан и Людмила, Некоторые критики были возмущены тем, Что в ней использовались простонародные слова. Один из них даже назвал поэму мужиком, Который втерся в московское благородное собрание в Армяке и Лаптех. Но Александр Сергеевич все равно продолжал свое перемешивание. В романе Евгений Онегин он даже назвал свою благородную героиню простым, Как тогда считалось деревенским именем Татьяна. Но что же делать с французскими, английскими и прочими иноязычными словами? Несмотря на призывы некоторых писателей полностью убрать из русского языка Все иностранные слова и заменить их вновь придуманными, Александр Сергеевич решил, что искусственно ничего изобретать не надо, И что некоторым словам чужестранцев наш язык вполне готов дать приют. И поэт продолжал употреблять их в своих стихах. Правда, иногда в шутку оправдывался предчитателями. Но панталоны, фраг, жилет – всех этих слов на русском нет. Выходит, иностранные слова не мешают и совсем не засыряют наш язык. В общем-то, засыряют. Но только в том случае, если ими пользуются без меры, Оставляя в стороне прекрасные русские слова такого же значения. К примеру, зачем говорить «мэр города», Если можно сказать по-русски «глава города». Стоит ли привыкать к слову «органайзер», если есть слово «ежедневник». Ну а слово «жилет» вполне у нас прижилось. По каким же правилам Александр Сергеевич отбирал и соединял слова в языке? Ведь слов так много, как тут не ошибиться? Вот тот же Ломоносов иногда и в пределах одного стиля не очень удачно сочетал слова. Например, писал «Когда заря багряным оком румянец умножает роз». Получилось, может, и красиво, но непонятно. Багряное око звучит так, как будто речь идет о подбитом глазе. Вот такие тонкости. Как же научиться это чувствовать? Дело в том, что у языка есть свои законы. Красивый язык – это всегда ясность, точность, краткость и сила. Именно этого и добивался Пушкин, выбирая те или иные слова, прислушиваясь к языку народа. В рукописях поэта видно, как тщательно он выбирает наиболее точные выражения, как много трудится и размышляет, и как с каждым годом ему это удается все лучше и лучше. Язык, на котором писал Пушкин, понятен нам и сейчас, спустя столетия, хотя произведения многих писателей и поэтов того времени мы разбираем уже с трудом. Пушкин соединил низкий стиль русского языка с высоким. В народной речи он увидел простоту, выразительность и юмор. В книжном языке – величие и возвышенность. Александр Сергеевич соединил язык аристократов и простого народа. В его произведениях ручейки разных стилей слились в один широкий поток. Наш великий и могучий язык, ко всякому случаю подходящий и для прекрасных стихов, и для веселой шутки, и для научного сочинения. Совершить такое было по силам только человеку исключительному. Поэтому вполне понятно, что имя Пушкина еще при его жизни было широко известно и любимым в нашей стране. Даже неграмотные крестьяне считали его народным героем и слагали бы Александра Сергеевича разные удивительные, а порой и очень забавные истории. Одни утверждали, что именно он посоветовал царю освободить крестьян. Другие – что поэт победил змея Горыныча. Третьи – что Пушкин живет в лесу наподобие какой-нибудь сказочной птицы Сирин и иногда выходит на опушку, чтобы петь свои песни. Конечно, ни в каком лесу Александр Сергеевич не жил, а жил он с семьей в городе Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки, теперь там его музей. И даже сегодня, спустя столетия, любой русский человек на вопрос о том, кто самый главный поэт нашего народа, отвечает, не задумываясь и совершенно справедливо. Конечно же, Пушкин! Продолжение следует...